Дача и лето для многих практически одно и то же. Но если учесть, что дачный сезон начинается в апреле, а заканчивается в ноябре, то у дачников лето длиннее на несколько месяцев. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня отправляемся в Артём, чтобы посмотреть, как цветут гортензии, хризантемы и астры, научиться правильно использовать ревень и узнать, сколько литров молока можно получить от хорошей козы. Жительница Артёма Альбина Щетинина – большой знаток декоративных растений. Цветение в её саду продолжается до глубокой осени. Вот эта астрочка – это невысокая, до 50, ну, чуть выше 50 сантиметров. Вот рядом ещё короче астрочка, есть вот, которая 40 сантиметров. Вот перед этим мы смотрели астр, да, метр-метр-двадцать. Так что для любого уголка осада вы можете найти любую высоту астрочки. Есть астрочка и 15, и 20 сантиметров. Ну, и вот есть ещё вересковая астра, да, почва покровная. Вот такая вот ещё астрочка есть, тоже новобельгийская, ну, повыше, она чуть больше метра. Когда-то был посажен один кустик. Выросло вот такое поле, чудо, очень красивое и незаменимое в огороде. Вот в осенний период эта красота неописуемая. Здесь посажено всего три кустика. Всего три кустика. Вот так вот она нарастает. Это хризантемка. И эта хризантема зимующая и с ароматом обалденным. Когда она полностью расцветёт, это чудо. Чудо, а не хризантемка. Это из новинок? Ну, она нет, она у меня лет 5. Ну, а сколько я сажаю, они не перезимовывают, я с ними прощаюсь. Если не перезимовала, всё, до свидания. Я уже больше не сажаю её. А эта вот, она живёт и живёт и живёт. Я её срезала, накрыла и так вот до весны. Весной открываю, она идёт в рост. Вот первый мороз, даже немножко её как бы под это самое, коричневенькая она становится. И потом, ну и дальше, потом же вот теперь, она дальше цветёт. Вы смотрите самую удачную программу. Это видео-версия журнала «Сады и огороды Приморья». Кстати, недавно из печати вышел октябрьский номер. Если вы не получаете журнал по почте, его можно приобрести в редакции по адресу Народный проспект 13. Здесь же можно оформить подписку на следующий год. Если у Альбины Щетининой цветут хризантемы и астры, то в саду Светланы Белобородовой можно полюбоваться гортензией. Её любимый сорт «Фрайс Мэльба». На заре своего садоводничества я увидела фотографию местного блогера на фоне шикарнейшей гортензии. И спросила, что за сорт гортензии. И, собственно говоря, мне ответили, что это «Фрайс Мэльба». Сорт новый, сорт очень интересный. Отличаются тем, что это сильнорослый сорт до 2 метров высотой. Очень быстро даёт прирост. Практически за 2-3 года получается приличный куст. Шикарно его можно вывести на штамп. То есть он прекрасно себя зарекомендовал тем ещё, что соцветия не паникают ни при дожде, ни после ледяного дождя, который у нас случился в прошлом году. То есть выдержала и штамбовая форма, и не штамбовая у меня все перипетии нашей погоды. Особенно сорт за тем, что очень быстро начинает соцветие краснеть. Низ соцветия очень быстро становится красным, а кончик долго остаётся белым. Ну и, соответственно, потом всё соцветие краснеет, и получается вот такой вот шикарнейший цвет. Разница в этих растениях у меня 1 год. То есть это растение на 1 год старше. Ему 6 лет, ну а, соответственно, штамбовой форме 5 лет. Штамбы я выращиваю сама, мне это очень нравится. И вот планирую в следующем году делать little lime, самарскую лидию на штамбе вырастить. Возможно, ещё парочку каких-нибудь интересных, типа little passion. Сорт Vimps Red очень интересная гортензия. Отличается ярким цветом, за что её, собственно говоря, и любят. Ну и мне нравится то, что она относится к мотыльковым сортам. То есть, соответственно, сочетание фертильных и стерильных цветков даёт вот такое вот интересное рыхлое соцветие. Когда уже просто, когда ты проникся уже гортензиями, обычно все начинают с гортензии, у которой очень плотное соцветие. То есть плотное, набитое. Но когда ты уже, как бы, искушён, да, в этом вопросе, понимаешь, что тебе нужны какие-то более интересные, изящные сорта. Вот Vimps Red относится к такому изящному сорту. Собственно говоря, все мотыльковые сорта с рыхлыми соцветиями идеально подходят для формирования штамба. То есть они не разваливаются, они прекрасно держат шапки своих соцветий и очень красиво выглядят в штамбовой форме. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хотите быть в курсе всех садовых новостей? Подписывайтесь на наш журнал. Получить журнал можно не только по почте. Чтобы подписка стоила дешевле, журнал можно забирать в редакции. Наш адрес – Народный проспект 13. То, что ревень является очень полезным огородным растением, знают все. А мы расскажем, как извлечь из него максимальную пользу. Так, что я хочу сказать о ревене? Вот такие у него большие листья. Но в пищу надо употреблять вот этот уголочек. Вот этот уголочек надо обязательно употреблять в пищу. Здесь все микроэлементы, что в ножках, они скапливаются в этом уголочке. И салаты, супы, зеленые борщи – желательно готовить с вот этих уголочков. Чтобы до осени были вот такие вот нарастения зеленых листиков, надо обязательно за сезон несколько раз, 5-6-7, ну, по мере возрастания, его просто старый лист убираем козочкам, на варенье, куда угодно. Просто под самый корешок все срываете, и все. И он у вас буквально недели-две, и он нарастает заново. И у вас постоянно молодая зелень весь сезон до глубокой осени. Он даже выдерживает, очень хорошо выдерживает первые морозы. 5-7 градусов минусом он держит очень хорошо. Он, то есть, скокошится немножко, а потом солнышко пригрело, и он вот вам, пожалуйста, употребляйте дальше в пищу. Как вам у вас зимой? Просто срезали и забыли до весны. Не накрываем, ничего не делаем. Вот как есть главное для него. У него корень очень глубокий, до 70 сантиметров идет, чтобы не было грунтовых вод. Вот это самое главное. Вот у нас он посажен на самом бугорочке. Чтобы для семьи было постоянно витаминные, хотя бы один кустик для семи из 5-6-7 человек достаточно хватит. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хотите быть в курсе всех садовых новостей? Подписывайтесь на наш журнал. Сколько литров молока можно получить от хорошей козы? Если коза хорошая, молоко жирное, не больше 3 литров, ну, в пику доя, вот когда, после окота, после окота, ну, может быть, 4,5. Ну, это месяц буквально. Потом она, вот когда уже у ней, это, ну, козлята подрастают, она у ней, ну, дой, ну, как бы падает. Чтобы жирность была хорошая, вот 3 литра больше заанинские больше не дают. Козье молоко бывает совершенно разное. Бывает с привкусом. Ну, и еще главное, чем кормят. Если вот с силосом, и вот, ну, бывает там, или на чисто одной траве, или на комбикорме, молоко отличается по вкусу. Я вот покупаю пшеницу, кукурузу и овес. Они у меня вот на таком. Молоко жирное, вкусное. Это помимо сенной травы? Ну, помимо сенной травы. Ну, и огурчики, тыковку, и все остальное. Это и хлебушек они любят, сладкое очень любят. Если конфетки где-то залежались чуть-чуть, ну, кому их? Вот козочкам даешь, они с удовольствием их пушают. Да, это ему было 2 месяца, его привезли с Красноярска, да? Парень вот такой вот, красавец у нас мальчик, да? И вот я сейчас уже, скажи, второй год живу здесь. Но он альпиец. Он чистокромный альпиец. Вроде как даже стопроцентный. Как вы его назвали? Так, Афоня, Афанасий. Мы больше 40 лет козочек уже держим. Раньше мы ходили они у нас пастись, а сейчас нет, только домашние у них. Вот травка хозяйка рвет, тележечками им возит. За одной пропухой. За одной, да, две пользы, даже три пользы. И продукты, и трава как бы уходит с огорода. Потому что хочешь, не хочешь, ее рвать надо. Ну, для чего? Для души в первую очередь, что для себя любима. И это как бы моя жизнь, это вот необходимое для меня. А, я же не закрыла, я доски не положила. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Прежде чем перейти к следующему сюжету, хочу спросить, а вы когда-нибудь думали над концепцией своего садового участка? Какой она может быть, узнаем у Светланы Белобородовой. Идея моего сада, я вообще к ней шла 6 лет, и только вот в прошлом году я осознала, что, собственно говоря, от собственного сада я хочу видеть. И я поняла, что мне нужен сад, во-первых, ну, естественно, красивый, но самая основная идея – это сад постоянного цветения, то есть непрерывного цветения. Начинается у меня все с шловидного флокса, потом идут карликовые ирисы, потом начинаются бородатые ирисы, соответственно, сибирские, японские, к ним присоединяются лилейники, потом первая волна роз, потом, соответственно, начинают потихонечку доцветать гортензии. И параллельно идут какие-то травы, типа частиц, цинерария, колиусы, которые дают цветные пятна. Ну и, соответственно, осенью уже всем балом правит у меня гортензия и мультифлора. Еще начало ноября у меня доцветают, еще бывают розы. Если я их не обрежу и не укладываю в спячку, и, в принципе, если дать им свободу, они еще цветут. Перед тем, как мы купили дом, у моих знакомых уже был опыт приобретения дома. Я спросила, как вам в доме живется? И на что мне ответили. Живется замечательно, только вкалывать надо. Вот я могу подписаться под каждым словом. В доме надо вкалывать. Единственное, что можно, конечно, сократить вот эти вот уходные процедуры чем? Во-первых, мульчировать. Мне очень нравится. Я мульчирую корой, я мульчирую шишкой. То есть я мульчировать стараюсь всем для того, чтобы просто-напросто хотя бы убрать у себя необходимость прополки. Это во-первых. Во-вторых, соответственно, замульчированные клумбы очень красиво выглядят. И когда ты просто на них визуально смотришь и на фотографии, они красиво, все растения выглядят, когда они замульчированы. Ну и, в принципе, если все замульчировано, основная работа у нас какая? Прополка. И если все уже додумано, доделано, довысажено и замульчировано, то остаются, в принципе, только какие-то уходовые процедуры за садом. Подкормка, обрезка, ну и наслаждение. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на сайт, читайте журнал, пишите письма и зовите в гости, чтобы рассказать о своих дачных достижениях. Следующая программа выйдет в ноябре. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok